Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали очень интересную тему разбирать, разбираться в ней. Тема расцерковления. Почему христиане уходят из церкви? И сразу же поясним, речь идет не о тех христианах, которые в принципе являются захожанами, которые приходят поставить свечу и выйти из церкви. Уходят те, кто еще вчера был прихожанином, активным, тот, кто причащался и исповедовался регулярно, тот, кто крестил своих детей, тот, кто воспитывал своих детей в вере православную. В какой-то момент он вдруг для себя закрывает дверь церкви и уходит из нее. С этой темой мы разбираемся с экспертами в нашей студии, с ректором Самарской духовной семинарии отцом Максимом Кокаревым и клириком Кирилла Мефодиевского собора отцом Максимом Соколовым. Здравствуйте, отцы! Здравствуйте! Ну, я вот в прошлый раз обозначил, что у нас может быть не столько такое экспертное мнение мы сейчас сформируем, сколько мы пытаемся вынести эту тему на обозрение, на обсуждение и для размышления тех, кто нас слушает. Вот. И хочется именно такого какого-то живого, может быть, размышления, диалога. Не всегда оно может быть со стопроцентной верностью. То есть мы сейчас и не претендуем на то, что мы вынесем здесь стопроцентный диагноз кому-то, чему-то и пропишем стопроцентное лечение этого диагноза. Но в целом, мне кажется, постановка темы крайне необходима, потому что люди, ну, действительно, не переживают это как нечто само собой разумеющееся. Как правило, это очень трудный такой и тяжелый момент расцерковления, как будто какая-то часть твоей жизни была потрачена впустую, и человек это осознает. Или наоборот, ему хочется прежних переживаний, но никак он к ним вернуться не может. Вот. Вот сегодняшнюю тему, сегодняшний, вернее, наш разговор, мне бы хотелось начать с разговора, с вопроса, простите, такого. Как вам кажется, каковы главные причины на данный момент, вот в современной нашей христианской культуре, выхода человека из церкви? Ну, накидаем, чтобы последовательно с ними разобраться. Ну, давайте вот с вас, отец Максим, начнем. Ну, давайте начнем накидывать. Но, как в любом сложном явлении, здесь, ну, мне так кажется, не бывает все просто, потому что есть соблазн, и мы его иногда слышим, иногда транслируется, в том числе и из каких-то церковных спикеров, ярких, не всегда тоже однозначных людей, что, ну, упростить все. То есть сказать, что это проблема только человека. Ну, вы там не то искали в церкви, не с тем пришли и сами виноваты. Или, когда человек болезненно и особенно остро выходит еще с претензиями с какими-то, да, ну, как мы в прошлый раз говорили, что он потом обязательно от церкви как-то не очень лестно отзывается. А те, кто остались в церкви и на это реагируют, обычно очень тоже жестко, так, хлестко, ну, тоже без жалости к этому человеку. А так, в духе, они вышли от нас, но не были нашими, да, то он никогда не был по-настоящему в церкви. Это, на самом деле, тоже, наверное, не так. Поэтому я бы сказал так, что причины есть и субъективного характера внутреннего, наверное, все-таки их больше. Это больше, вот, ну, если сравнивать, да, вот как некие две чаши весов, то действительно, наверное, это больше внутри человека. Я сейчас не говорю, что именно. Там, мне тоже кажется, разные вещи, потому что люди уходят из церкви по-разному. Но все-таки есть и объективно какие-то вещи, есть проблемы с самой церкви. То есть, другое дело, что кто-то, причем, это не значит, что те, кто в церкви остаются, их не видят. Вот в прошлый раз, причем, правильно сказал отец Максим, что в семье не бывает идеально, идеальных в семье не бывает. Мы тоже видим всю неидеальность той церковной реальности нынешней, которая есть. Мы не слепее тем, кто выходит, и нам на всяких ахиллах пишут, да, как тут все, так сказать, плохо. Для наших телезрителей надо пояснить, что такое ахилла. Может быть и не надо. А может и не надо. Потому что это интернет-площадка, где... Для бывших, что называется, да. Хотя не только, да. То есть, это такой способ, не в плохом не ругать, в смысле канализации, да, то есть, вот, выписка. Но, в принципе, ничего нового там никто не прочитает. Кто-то давно церковный человек, кто не носит розовых очков, все это так поет, для этого необязательно вот об этом-то и желчно излагать. И, то есть, вот, внутренние проблемы разные, но они, наверное, доминируют. Потому что проблемы в церкви объективны, были всегда. Давайте их и назовем. То есть, они были всегда... Что конкретно современного, не только современного, раз они были всегда, значит, во все времена... Ну, то есть, самый главный вопрос... Самая беда большая в церкви, что она состоит из людей. Вот я вам хочу сказать. Что она, как богочеловеческий организм, состоит не только из Христа и святых, но еще из людей. Когда человек приходит в нее и сталкивается с другими христианами внутри, и они оказываются не идеальными, а иногда это священники, а иногда это епископат, патриархи и так далее, и так далее, у человека, если до этого было сильное, как бы, очарование, то может случиться... То есть, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Да, то есть, в процессе вхождения, в процессе катехизации, очень важно человеку, ну, так сказать, настраивать на объективное какое-то восприятие церкви, на то, что это труд, да, переживать это. Я вот думаю, что здесь вот вступает в противоречие. Мы, да, мы очень часто транслируем эту фразу, что не надо, чтобы не разочароваться, не надо очаровываться. Но, меж тем, есть ряд таких расхожих фраз, которые очень часто в церкви употребляются. Одна из них, например, что послушание превыше поста и молитвы. Вот, и послушание, мы говорим, понятно, кому. Вот, тому самому, кто сам воно, например, проповедует. И, а для того, чтобы ему быть безукоризненно послушным, он должен быть облечен в некую тогу абсолютной авторитетности, непререкаемости. Ну, слушай, вот эта фраза, послушание превыше поста и молитвы, это, слава Богу, не догматизированная вещь. Ее не надо догматизировать ни в коем случае. Это как раз фраза, которая очень часто манипулирует. То есть, почитаешь тех, кто про послушание знали не меньше нашего, каких-то серьезных святых отцов, тех же аскетов, даже пустынников, они еще осторожно говорят, что послушание должно быть с рассуждением. Особенно отцы, в эпоху которых было такое послушание, что сажали кверх ногами капусту, говорили, что это не всегда и не во всех случаях работает, и не для всех. А чем времена будут сложнее, и, как мы сейчас скажем, секулярнее, тем меньше вот это все будет работать. И не надо текстополировать. Я бы хотел расспорить фразу, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Фраза, несомненно, правильная, ну, в своей теоретической части, но в практической части, опять я, вот как на прошлой передаче, так сказать, сравнивал с семейными отношениями, здесь сейчас я бы сравнил это с отношением влюбленности. Можно сколько угодно говорить молодому человеку, не влюбляйся. Но мы знаем, что это практически невозможно. И невозможно, и не нужно. Потому что здесь влюбленность, ну, вот как Христос, когда мы слышим слова Христа, если зерно не умрет, то не даст плода, мы обычно это трактуем как его пророчество о своей смерти и воскресенье, и последующей церкви. Но этот образ, он универсальный. Точно так же, если не будет влюбленности этого зерна, то не будет и плода. Но для того, чтобы появилась любовь, влюбленность должна умереть. Это психологический закон, это закон и в дружбе, не только в любви между мужчиной и женщиной. Это закон в любых долговременных отношениях. То есть есть какой-то запал, есть капсуль, который быстро, сильно зажигает те или иные отношения. А дальше он должен уступить уже какому-то более мощному долговременному заряду. Вот так скажем. Вот в церкви все то же самое. Часто мы вздыхаем, говорим, о неофитство, о там вот эта вот горящность людей, приходящих в церковь. И действительно люди, ну это многие, почему уходят потом? Действительно многие приходят с иллюзиями. С иллюзиями о церкви. И мы не можем сказать, не питайте иллюзии. Ну потому что так и есть. В смысле, это человек. Человек, он иным не будет. Но другое дело, что честно сказать, что да, вот знаешь, вот сейчас у тебя все как у влюбленного горит. И тебе хочется все делать. Но потом придет момент, и мы знаем, что это святые отцы называли это периодом призывающей благодати. То есть когда действительно все получается, твоя молитва тут же исполняется, все происходит, ну вот как ребенок, которого мать еще держит на руках, и все его потребности тут же сразу стоит ему чуть-чуть начать плакать, и она сразу его и накормит, и напоит, и пеленку поменяет. Вот Господь точно так же совершает с людьми, только пришедшими в церковь. А вот дальше, если человек думает, что он всю жизнь будет младенцем, которому будут менять пеленки, то не так. Вот дальше уже мудрый пастырь, может быть, собрат по вере, я опять говорю, служение это не только священническое, может сказать тому человеку, который пришел, знаешь, дальше придется трудиться. И чем больше, и чем дальше, тем придется трудиться больше и больше. И вот если человек будет понимать, что вот сейчас наступает как раз вот период действительно его вхождения вот в эту семью и церковности, вот тогда, может быть, не будет этих разочарований. Вот тут бы я хотел немножко перебить. Вот эту тему, тему расцерковления, я попытался опробировать для начала на нашем клубе православной молодежи, то есть с нашей молодежью вообще обсудить, потому что, как оказалось, например, некоторые из них переживали период расцерковления, и вернулись они, то есть они были воцерковлены с детства, они ходили в воскресную школу, потом они отпали и уже вернулись в студенческую пору, уже совершенно своим путем, неродительским приводом в церковь. И я просто поинтересовался вообще, в принципе, каковы причины, вот как им видится, расцерковление современных христиан. Одна из причин была названа, что, да, как правильно сказано было, что есть определенная иллюзия, но иллюзия ли это, или это действительно тот самый запрос, который, в принципе, человека приводит в церковь, хочется живых отношений, хочется живой общины, и хочется общинного духа. И очень часто люди, входя в современный приход, этого не находят. Или находят, ну, опять же, лишь в каком-то урезанном, усеченном варианте. Вторая причина, мне она очень понравилась, это вот перекликается с тем, о чем вы сейчас сказали, отец Максим, что современная церковь в виде своих директив каких-то, которые она доносит до прихожан, она формирует такой уютный манеж, мы это вот до эфира образа обсудили, манеж, в котором вот ребеночек находится в безопасности, он, условно говоря, подконтролен, с ним ничего страшного не случится, бортики манежа мягкие, он об них не ударится, он ничего страшного для себя со стола не стянет, не возьмет. Вот этот манежик, и он знает этот манежик. И до определенного момента, пока человек растет, мы будем называть это периодом неофитства, его этот манежик устраивает, но в какой-то момент он, манеж, перерастает. И вот проблема заключается, вот как сформулировали ее молодые люди, что за пределами манежа уже дальше как будто бы жизни нет никакой. Как бы мы ответили вот на этот вопрос? Или как освоить жизнь за манежем? Вот, потому что опять же, да, приходит человек, я просто тогда еще одно уточняющий, один уточняющий пример, приходит человек, например, на исповедь, он из года в год слышит одну и ту же фразу, например, на какой-то свой жизненный запрос, молись, постись, вот, ну и слушай радио. Вот, молись, постись, молись, постись, вот, молись и кайся. А как это, или в чем это заключается, никто разъяснить не может. Является ли это причиной, вот мы, допустим, вот мы с вами втроем такого человека, допустим, встретили, он нам это говорит. Как мы бы могли бы ему сказать, что ему следует потерпеть и остаться? Ну, это вопрос к обоим? К обоим, да. Мне интересно мнение каждого. Ну, здесь, наверное, в вашем, в общем, таком пространном, да, повествовании, ну, в самом начале, наверное, поизучала одна из самых важных вещей. То есть у нас, скажем так, вот из, я начал говорить об объективных проблемах церкви, то есть, ну, кроме того, что вот внутри человека есть какие-то искаженные, да, допустим, реалии, иллюзии, какие-то запросы, может быть, неправильные, да, ну, какие-то, да, очарования, разочарования, есть действительно объективные проблемы, да, то есть, и вот совершенно верно, я, так сказать, вернусь, отец Максим, про фразу, что не надо, значит, разочароваться, нет, я согласен абсолютно с тем, что ты сказал, но вот, что должна быть, да, период влюбленности понятно, что он обязательно будет, и неофиц, это обязательно будет, но у нас, ну, слабые механизмы помощи людям, перерастание из, вот, скажем так, то же самое, как у нас не учат семейной жизни, у нас не сильно учат, то есть у нас вот, считаю, тоже очень многие считают, что влюбленности достаточно, чтобы оно само как-нибудь потом построится. И у людей, когда кончается капсуль вот этот, и людям никто не постарался объяснить, что в семье натрудиться тоже дальше, да, что то, что кажется рутиной, ну, это не рутина, это труд, это да, это так далее. Вот, у нас нет механизмов вхождения молодежи в семейную жизнь, поэтому браки распадаются очень часто, потому что, ну, там, два-три года первых и все, и потом оказывается, что и, так сказать, все минусы, которые ты не видел, пока был влюблен в жене, то же самое в церкви, да, они потом, когда не есть, то есть, вот, как мы говорим, есть объективные минусы, потому что нет людей без мин, нет церкви, да, так сказать, идеально здесь на земле, пока она вот странствующая. Вот, и вот как в семье никто специально, ну, вот у нас нет даже курсов таких, сейчас пытаются, да, говорить с одиннадцатиклассниками, да, хоть какие-то, там, да, так сказать, основы семейной жизни, просто человек приготовил. Понятно, что к этому нельзя приготовить в полной мере, но просто надо же как-то помочь, чтобы кто-то помог в этом периоде взросления, становления. У нас, и, наверное, эта проблема и отсутствие общинности тоже оттуда же вырастает. У нас, ну, вот, как бы тяжело с институтом, вот, с институциями, помогающими в церковлении, ну, то есть, как древняя катехизация, когда тебя действительно вели, опекали, и она была длительной. То есть, мы знаем, что неофит, он может длиться вечно, и если древняя катехизация длилась три года, то человек уже из нее выходил, то есть, он на моменте крещения уже не был неофитом. То есть, человека три года не торопясь, никто никуда не торопился, крестить его в купель его не затаскивали. У нас немножко механизмы другие, у нас крещение считается некой самоцелью. Вот у нас там в 90-е годы было массовое крещение, а потом, слава богу, довели до купель, а потом интерес к этим людям потеряют тоже очень часто. А вы там сами как-нибудь в церкви, там, ну, мать природы подскажет, да, вот там, скажите, научитесь, да, там, как свечки правильно ставить. И вот, ну, как бы, надо, вот у нас этого не хватает. Это не значит, что всегда будет так. Мы как раз должны это, вот, как бы, этим заниматься, возрождаете какие-то связи внутри общинные, межчеловеческие, потому что не обязательно только священник. Это старшие, более опытные, должны как раз, ну, как более опытные в семейной жизни, люди должны молодым немножко, так сказать, да, объяснять и, так сказать, готовить к тем возможным разочарованиям, к тому, что неофистов кончится, и запал этот кончится, и капсуля этот прогорит достаточно быстро. Вот. И да, в древности так работала катехизация. Она помогала не торопясь, не, так сказать, но потом мы знаем, что этот институт в том виде, в котором он был, он, скажем так, с переходом на крещение в детстве, он почти исчезает. Хотя взрослых все равно, то есть, если там взрослый крестился, какой-нибудь византии, мусульманин, да, приходил там с... То есть, его тоже достаточно долго готовили. Его тоже никто с бухтного арта не крестил. Судник-катехизация взрослых была даже в пререкаемой, пресловутой синодальной время. Мы об этом тоже как-то говорили, что если какой-то татарин хотел в империи креститься в 19 веке, его несколько месяцев всем объясняли, с ним говорили. Ну, понимаешь, что это тоже не всегда давало результат. Ну, хоть какое-то он что-то понимал о церковной жизни, да? Ну, вот. А у нас в 90-е годы крестили просто, вот слава богу, толпа пришла, и всех там 30 человек как раз там вкупили, да? Ну, я помню просто. Так эта тема продолжается в некоторых местах. Я хочу сказать, что все-таки все равно не все так плохо. Нет, конечно. Даже несмотря на все эти годы и века, когда вот этот период, когда катехизация была сведена до минимума, но оставались, например, институт крестных. Другое дело, что сейчас нам нужно возвращать понимание этого института. И слава богу, в церкви сейчас потихонечку это постепенно возвращается, что крестные – это не просто какое-то звание там или просто пригласили для этого. Так это если ты старший товарищ, я про них и говорю, да? Это да, и это вот к вопросу тоже, когда мы говорим, что мало служения, да, для мирян. Ну, вот служение твое. Если ты крестный, твое служение изучать веру, молиться и передавать это тому, за кого ты отвечаешь перед Христом, которого ты привел ко Христу, держал, ну, если младенца, то держал на руках перед купелью, если взрослого, то, значит, привел как взрослого человека к купели. Что еще хочу, как бы, хотелось бы мне сказать об этом. Тоже вот мы говорим, о том, что, как сейчас передать человеку вот это ощущение семьи. И опять точно так же, как в предыдущих моих аналогиях, очень сложно, например, детям, вышедшим из детдома, которые не видели образа семьи, не то, что даже объяснить. Объяснить можно сколько угодно. И курсы катехизации или вот для семейной жизни вести там особенности семейной жизни можно сколько угодно. Если не будет общин, приходов, откуда опять-таки им... То есть в некотором смысле наша церковь, пройдя вот эти периоды испытаний, гонений, разрушения общин, мы сейчас, как детдомовцы, духовные. И обязательно будут ошибки. Обязательно будут, как опять-таки, вот те же дети, оставшиеся без попечения, родители, которые убегают и бегут, и такие будут в церкви. То есть у нас надо понимать, что у нас сейчас идет «все творю все новое». Господь заново воссоздает свою церковь. Вот в этом смысле, в смысле общины. И ошибки будут обязательно, но только вот так. То есть, как и в семейной жизни тоже. Тоже некоторые говорят, вот у меня там папа в церковь не ходил, мама в церковь не ходила, еще там папа, к примеру, пил или еще что-то. Вот бывает, приходят часто к священнику с такими запомними, как я вот сейчас буду молиться. Один писатель христианский, которого очень любил наш патриарх Алексей II, Царствие Небесное, который вот предыдущий патриарх, он цитировал часто Льюиса. Клайв Степлзе Льюиса. И Клайв Степлзе Льюис говорил, «Господь смотрит не на то, сколько мы сделали, а на вектор, в котором направление мы делаем. И если ты рос в рабочих районах, ничего не слышал с утра, кроме, ну, в жизни своей, кроме мата, и не видел ничего, кроме пьяных лиц вокруг, и при этом такой человек, проходя, не пиннул кошку, для него это может быть подвиг любви гораздо больше, чем для другого человека, который воспитывался в полной семье, там было приучено к церкви благотворительности и так далее. Это будет больше подвиг, чем вот для такого, жившего в благоприятных условиях, там, может быть, миллионы отдавать на благотворительность. Вот мы сейчас, скорее, в состоянии вот этого вот первого, выросшего в рабочих районах, без толком, без семьи, без родителей. И сейчас, если мы хотя бы за время нашей церковной жизни, ну, нашей земной человеческой жизни, хотя бы какие-то сумеем основы опять возродить общины жизни, жизни, в которой все любят, вот церковной семьи любят друг друга, чуть-чуть, у нас не получится идеально, точно в первом поколении, но мы сумеем дальше это передать, то, возможно, опять-таки лет через 70 церковь опять станет семьей. Вот на это тоже нужно уповать. А было на семьей до революции? Понимаете как, до революции мы не можем сказать, что в какой-то момент все было совсем плохо. Нет, я тоже не склонен, что не совсем, но, то есть, потому что мы говорим, 70 лет, 70 лет, а когда мы были? Нет, на самом деле, парадокс, парадокс-то вот в чем. Вот этот такой внешний лоск к 17-му году, он рухнул, да? И вы знаете, от 20-30-х годов это было возрождение. Не количественное, а качественное. То есть, а когда общинная жизнь начала возрождаться? Вопреки. Когда люди основывали братство полулегальное, которое потом расстреливали, да, в 37-м году. Когда это Александр Невское братство, когда это эти малопокаянные семьи, значит, Мечевых, да, то есть, это когда все было? 20-30-е годы. Когда люди облетело все лишнее, вот эта вот помпа и шелуха, она облетела, и да, вот все творили все новое тогда началось. Для них это был тоже новый этап. Ну, просто он тоже для нас был достаточно давно. Сейчас уже ушли все эти люди. Мы в какой-то стране должны ощутить эту преемственность. Почему сейчас активно изучаем труды исповедников, намамучников, тех людей? Вот у них была общинная жизнь. Вопреки, так сказать, да, это всегда бывает так, что, ну, когда она была в гонении римской церкви, империи, то тогда была, как раз, она вот, ну, сытость, она всегда немножко, так сказать, расхолаживает, всегда сложнее сохранять напряженную духовную жизнь А было в жизни церкви так, как только наоборот начинается внешнее. Вот тут церковь консолидируется внутренне. Поэтому очень важный опыт 20-30-х годов. Недооцененный, недоизученный. Спасибо вам, отцы. На сегодня, опять же, все. Вот. Но, мне кажется, наш разговор начинает обретать определенную структуру. Вот сегодня, мне кажется, мы очень хорошо, ну, насколько полновесно не нам судить, но попытались обсудить объективные причины выхода, да, людей из церкви, расцарковления. Следующей нашу встречу финальную встречу этого цикла я предлагаю посвятить субъективным причинам. Вот. А на сегодня сердечно всех вас благодарю. Вот. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий вторник продолжим наш интересный разговор. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова